Девушки отдыхают Рассказывать о той или иной функции вашего браузера Как ее максимально прокачать Например, как прокачать стандартный файловый загрузчик То есть менеджер закачки файлов Либо как прокачать сервис YouTube и так далее и тому подобное За основу я, конечно, брал свой любимый браузер Opera Который впереди планеты всей в плане функциональности и удобства И браузеру Google Chrome есть чему у него поучиться Итак, давайте приступим И начнем, пожалуй, с самого интересного и самого слабого места Google Chrome Это менеджера загрузки файлов С него мы и начнем Файловый менеджер для загрузки файлов, который я вам рекомендую использовать в браузере Google Chrome Называется Chrono Chrono Download Manager Давайте пройдем в его настройки И выглядит интерфейс следующим образом Комбинация Ctrl G открывает не стандартный загрузчик файлов А тот, что мы установили И в панели расширения у вас появляется вот такая вот иконочка Это снифер, о ней мы поговорим позже Главный интерфейс очень сильно будет знаком А пользователям Download Master в прошлом Либо FileZilla И да, маленький нюанс Расширения, которые я вам показываю В них очень много настроек Очень детальные настройки Если вам что-то непонятно Пишите в комментариях Если ваш пост наберет лайк Я вдогоночку сниму видеоролик И в некоторых главах будет аннотация Что есть более расширенная версия То есть, допустим YouTube Magic Который мы рассмотрим позже Есть видеоролик, где я обозревал все-все-все настроечки данной программы В течение 20 минут Это было как бы очень полезно пользователям Но вряд ли вы будете смотреть вот этот ролик Длиной в 2 часа Поэтому я постараюсь вложиться в 15 минут И если нужно больше информации Более детальная настройка Вы по описанию в этом видеоролике Можете пройти на ту или иную программу И посмотреть ее подробное описание Вот И смотрите, каким образом представлен интерфейс Слева у нас идут главы Все задания Недавние То есть те файлы, которые скачал вот-вот на днях Загрузка, что качается на текущий момент И что уже скачано Далее идет разделы Аудио, видео, изображение, документы и другое Что было прервано и что мы удалили в корзину Также можно осуществлять поиск среди скачанных файлов Когда мы выбираем сам файл У нас появляется информация Что это? Допустим, видеоролик, ускорение Google Chrome И прямая ссылочка на него Нажмем на эту иконочку Откроем папку, где находится сейчас файл Далее ссылочка, откуда я его скачал И перенаправление Прямая ссылка По которой любой другой пользователь Которому я отправлю эту ссылку Мы ее можем скопировать по горячим кнопочкам Скопировать Я ему отправлю Он также напрямую скачает файл То есть его не отправят на страничку Допустим, YouTube плеера Где я просматривал этот видеоролик А именно отправят на файл И у него начнется автоматическое скачивание Также размер Средняя скорость Как скачивался данный файл И время потрачено на закачку 6 минут Также можно в пометочках добавлять свои пометки То есть, допустим, скрям Google Chrome Предлагается автоматическая пометка По тому, что думает сама программа То есть, она видит, что видеоролик у нас называется Ускоряем Google Chrome Она так его и назвала Можно добавить аннотацию, что пригодится Во время монтажа Нового видео И мне уже будет проще ориентироваться Вот в своем добре Также можно сортировать По названию По имени файла По ссылочкам То есть, откуда качалось С YouTube, с Twitch И так далее И тому подобное Размеры Время добавления То есть, от самых старых До самых новых Также Здесь очень продвинутый элемент управления Можно добавить файл По прямой ссылке на него Можно запустить файл Поставить на паузу Перезапустить Закачку Запустить все файлы Которые находятся на паузе То есть, можно добавлять загрузку На отложенную закачку Также можно все приостановить Удалить в корзину Либо удалить файл То есть, очень удобно Что вы можете удалить сам файл С вашего жесткого диска Через этот браузер То есть, не придется вам Открывать папочку Где он находится Вы просто здесь нажали Удалить И вас спросят Да, действительно удалить файл Либо удалить также файлы Которые сохранены на жестком диске И настройки Настройки очень много Очень много правил Очень много фильтров Дополнений И так далее И тому подобное Самое главное Вы можете их править Вот, к примеру Графика и формат файлов DWG Он используется Word Для того, чтобы отправлять Вот именно схемы Да, такие промышленные Эта программа Не знала Такой формат Я его добавил Теперь они автоматически У меня закачиваются Как графика То есть, я могу Совершенно спокойно Работать со схемами С помощью вот этого расширения Они автоматически Будут закачиваться Ну вот, собственно Аудио Здесь у меня такие пометочки Что музыка, допустим Полицейский Creative Common Music Значит, я могу ее монетизировать И ресурс Откуда я скачал Допустим, еще раз нажмем Мы звук выключили И мы отправляемся на файл То есть, то, что я вам говорил Перенаправление Это прямая ссылочка на файл И вот сейчас идет музыка Жму И могу закачать То есть, очень удобно Замечательный менеджер Но давайте посмотрим Все файлы с расширением MP4, которые у меня есть И искать мы будем Во всех заданиях И вот все видеоролики Которые я качал То есть, можно также Осуществлять поиск В недавних файлах Загрузках То есть, все очень удобно Теперь, как работает Сам загрузчик Вот, обратите внимание Любители лицензии Не кидайте страйки Это трейлеры Дополнительный материал То есть, это не фильм Хочу скачать данный торрент Я уже его качал Давайте нажмем скачать И смотрите Автоматически По названию файлика Предлагается назвать его Как скачать торрент Но, чтобы не путаться Я могу написать Что это дополнительный материал Так, поменяю раскладку Дополнительный материал Для фильма Эра Альтрона Ну, я пойму, что это Местители Тем более, это для примера Альтрона Вот, и поднимаю его вверх в списке Но я не хочу, чтобы он качался сейчас Я хочу добавить его в отложенную загрузку Вот, в таком вот формате он появился Неизвестный размер Ничего не понятно Да, отложил я его Но могу посмотреть Ага, Эра Альтрона Можно расширить это окошко Никаких проблем То есть, единственное, что тут ограничение Да, я и так его максимально расширил Жмем play И у нас скачивается файл Мы видим апостроф 1 То есть, я уже его качал Жму открыть файл У меня сразу открывается битторрент Потому что с ним идет ассоциация файла Либо открывая папку Либо убираю эту нотификацию вручную Либо она пропадет самостоятельно Вот недавние файлы, которые я скачал сегодня Мы видим сегодня Вот Кстати, обратите внимание Если нажмем на эту кнопочку Так, момент У нас здесь должно всплывать меню Да, вот оно всплыло Почему оно не всегда срабатывает? Просто потому что мне, во-первых, к курсору трудно попасть Ну, действительно, там очень такая Как правильно-то выразиться Ну, не самая чувствительная кнопка Во-вторых, я предполагаю, что это связано с блокировкой всплывающих окон Я поставил дополнительное расширение недавно И я так понял, что оно не везде корректно работает Надо вставлять вот такие вот ссылочки, как Chrome Extensions В качестве исключения, чтобы не блокировались там всплывающие окна Вот, и второй пример Я помню, раньше пользовался Download Master Когда у нас было Dailup соединение Без этой программы жить было невозможно И вот смотрите, очень часто бывает такая ситуация Что вот есть, допустим, на форуме инструкции Я вот буквально пару месяцев назад прошивал Nintendo 3DS И очень много было файликов там Ну, не BIOS, но вот программа такая-то расширение ZIP Программа такая-то там расширение 7Z И все они были вот в одной такой большой статье И все это, когда читаешь, глаза лезут на лоб И все надо скачать, ничего не пропустить Вот, смотрите, страничка Я сейчас просто балуюсь немножечко со своей старой Nintendo DS И качаю дополнительные темки для своего, получается, комик-ридера И смотрите, ну что? Вот эта кнопочка снифер Давайте объясню, что такое снифер Если кто-то не знает, вы нажимаете на эту кнопку И у вас происходит анализ странички на предмет файлов по типам Изображения, документы, архивы, приложения и так далее и тому подобное То есть все эти ассоциации вы можете настроить в расширенных опциях данного менеджера То есть в параметрах Вот, и так, давайте посмотрим Снифер определил, что вот у нас есть архивы Собственно, мы видим, что, ага, comicbook.dc, тема оригинальная, ага, она у нас находится в zip-архиве То есть действительно нам надо скачать все эти zip-файлы Чтобы не качать их все по отдельности, я сделаю просто массовую загрузку Итак, выбираю все zip-файлы Можно посмотреть в пометочках, что это действительно comicbook, это тема Тема, то есть ничего левое мне не попало Вот, при желании вы можете заданием давать какие-то отдельно параметры Что закачиваю эту тему, это для Nintendo DS и так далее и тому подобное И могу запустить все сразу, либо добавить их на паузу Либо, если у меня качаются уже в фоне другие файлы Я могу поднять их в списке очереди закачки вверх Жму загрузить все И у меня начинают загружаться все файлы То есть они начинают загружаться Я специально подобрал страничку, где у нас не так много, получается, не такой большой размер файлов И давайте пройдем в раздел документ А, подождите, нет То, что у нас zip-архив, это я сделал другое И давайте их отсортируем по, к примеру, времени добавления И так, нет, они теперь внизу А нам надо наоборот, чтобы они были вверху И вот все, все вот эти файлики разом скачались Ну, благо они весят очень мало Я специально предусмотрел такой размер Значит, где можно скачать это расширение? Оно доступно в магазине расширения Google Chrome То есть давайте пройдем, я вам покажу У него очень высокие оценки Советую вам скачать У вас будет прямая ссылка, все, что от вас потребуется, кликнуть на нее И у вас откроется интернет-магазин Chrome И у вас только выйдет окошечко «Установить» Устанавливаем смело и переходим дальше И следующее, не менее интересное Это возможность регулировки звука в каждой отдельно взятой вкладке То есть в опере, при желании, если вы смотрите несколько видеороликов на YouTube Переключаетесь между ними Вот захотели вы взять и сделать так, чтобы какая-нибудь вкладочка замолчала Либо приглушить музыку ВКонтакте, никаких проблем Жмете на иконочку «Приглушить» И вкладочка просто выключает у себя звук То же самое мы сейчас делаем в браузере Google Chrome Что я под этим подразумеваю? Вот давайте включим И обратите внимание, здесь появляется значок микрофона Я уверен, что каждый из вас интуитивно пытался на него кликнуть То есть найти какую-то информацию, как звук отключить А это сделать можно Давайте посмотрим Нажимаем на микрофончик и появляется вот такой вот значок «Запрещено» Включаем звук Отключаем звук И это работает на всех вкладочках То есть не только сейчас речь идет о YouTube А о любой ссылочке, где идет видео, с которой транслируется звук Как это сделать? Открываем новую вкладочку Chrome Забиваем в адресе Chrome Слэш слэш флэкс Слэш потом не нужен Жмем Enter И у нас открывается доступ к экспериментальным функциям браузера Google Chrome В поиске Жмем Ctrl F Ищем звук И в принципе мы видим Добавление функции отключения звука на вкладках Работает под Mac, Windows, Linux и даже в Chrome OS Ну в принципе про этот флэкс я еще рассказывал Снимая видео с Android И что мы видим? У меня появляется кнопочка «Отключить» Ну естественно у меня «Отключить» Потому что я уже включил У вас будет наоборот кнопочка «Включить» Вы на нее кликаете После чего вверху выходит сообщение Да, вот вверху будет бампер Как предлагающий вам сохранить пароль Либо который сообщает вам о том, что работа с браузером была завершена некорректно И вы жмете на кнопочку «Перезапустить» Если вы этого не сделаете И потом просто закроете браузер Google Chrome Он в любом случае будет работать у вас в фоне И вот чтобы его все-таки перезапустить У вас два варианта Либо перезагрузить компьютер Либо просто избавиться от вот этих вот всех Получается процессов Запущенных от имени Chrome После того как вы их все удалите Завершите древо То у вас в принципе Google Chrome был экстренно перезапущен Вы его включаете И у вас появляется вот эта вот плюшечка Ну естественно звук можно отключить в YouTube самостоятельно Да никаких проблем с этим нету Но вот на других сайтах эта функция очень и очень сильно выручивает Далее хотелось бы рассказать вам о функции VPN Мало кто знает, но браузер Opera Он абсолютно снимает все ограничения на просмотр страниц То есть неважно какой это ресурс Даже если он запрещен Даже если вам нельзя его посещать Как к примеру Songz Из-за того что вы живете в России Он значит запускает VPN фильтрацию И без каких-либо проблем Вы можете взять и зайти на Songz Послушать новости там Почитать что хотите Все будет работать А как это сделать смотрим далее Просто зайдем на ресурс Songz Потому что я им пользуюсь И в принципе озадачился этим вопросом Исключительно для того чтобы Иметь к нему доступ Забиваем в Google Songz Нам предлагает пройти на сайт songz.com Кликаем И сейчас нам попросту откажет Потому что у меня нет разрешения на доступ к этому сайту Сервер мне отказывает Потому что я нахожусь в России То есть в принципе по моему внешнему IP-адресу Видно что сторона в которой нахожусь Это Россия Соответственно чтобы не было лишней нагрузки на ресурсы Они меня просто отбрасывают То есть access denied И все уходи Ты пользоваться ресурсом не можешь У меня имеется другая вкладочка Давайте откроем И пожалуйста Songz Слушаем музыку Здесь все работает Давайте пройдем в раздел activities Вообще Маленькая реклама этого ресурса Он позволяет подобрать музыку В соответствии с тем что вы делаете То есть хотите вы спать Хотите вы работать Я например сейчас считаю что я работаю Если вы выпиваете Если вы ведете машину То есть готовите Танцуете То есть много всего Даже по настроению Давайте включим джаз для работы В принципе чтобы стимулировать Как-то клетки своего мозга На активную деятельность Пошла музыка Могу ее лайкнуть Могу поделиться в фейсбуке и твиттере Самое главное что все работает А работает благодаря вот этому расширению FreeGate И в принципе благодаря тому что я также настроил Это расширение на работу с моим сайтом И мы видим здесь стоит флажок Америки Потому что сейчас я нахожусь в Америке Если мы кликнем на перебор Здесь имеется перебор Сейчас будет другая сторона Сейчас мы находимся во Франции А вот французам тоже этим ресурсом Пользоваться нельзя И теперь мне блокируется доступ На сайт daily.song.com В принципе да вот живая демонстрация Теперь давайте пройдем В обычный браузер Google Chrome И посмотрим на расширение Забегая вперед Если вы пользуетесь Оперой, Firefox Ничего страшного Данное расширение Имеется и для ваших браузеров Но скачать их надо будет С официального сайта Сейчас я вам покажу Официальный сайт И покажу Покажу быструю настройку Работы данного расширения Итак Забиваем название Freegate CDN Freegate CDN Нам предлагается В принципе настройка Отзывы Отзывы замечательные Настройка простая Я вам все покажу Итак Заходим на официальный сайт В случае кстати с Chrome Вы скачиваете с интернет-магазина Google Chrome Вот И мы видим Поддерживаемые ресурсы Имеется расширение для опытных пользователей В Proxy Chrome И соответственно Бесперебойный доступ К вашим любимым сайтам Здесь в принципе Рассказывается То о чем я вам говорил Что допустим Шифрование Ну это не самое важное Самое важное преимущество Кстати здесь Периодически меняется Администратор блокирует Ваш любимый сайт Либо В моем случае Смена локации Я меняю свою страну Для того чтобы Получить доступ к ресурсу Смотрим настройки Настройки очень простые То есть здесь можно Включить такие параметры Как анонимность Просмотр рекламы Потому что Как бы программа Расширения бесплатная Да вы можете Просматривать рекламу Для того чтобы Как бы Пользовать Ну как Команда Freegate Получала какой-то заработок Но Я отключил Не показывать рекламу Потому что у меня так и так Этот блок все блокирует То есть как бы Я ее так и так не вижу Вот Видим Подбирать прокси автоматически То есть то о чем я вам говорил Да перебором Берете Перебираете И определяете С каким получается Прокси будет работать Этот ресурс В случае с Сонгзе Это только Америка Вот Можно включить анонимность То есть Шифрование трафика Прочее Прочее То есть я на этом особо Не застрял внимания Потому что Меня волновал Именно доступ к сайту Здесь имеется Свой собственный список Freegate Который идет По умолчанию Здесь мы видим Всевозможные ресурсы Я на самом деле Их пролистывал Я единственное что увидел Что очень много Торрентов Fast Torrents Тапочки Потом Какие-то ТВ ресурсы Ну как я говорил Которые Получается Генерируют Трафик большой Торрент ТВ Торрентика Тжорнал Точка ру Короче Много чего Интересного Я больше половины Ресурсов не знаю Ну видимо Как бы Если они в списке Избранных То видать Очень большой спрос Вы делаете Свой список Да Называйте его Как хотите Я вот назвал Мои сайты Самое главное Чтобы это было Единым словом Да То есть одно слово Поэтому здесь стоит земля Менеджмент Очень простой Вы можете Отключить Мои сайты Список То есть Я поменял тогда Страну на Францию Сейчас опять Пойдет перебор Пока я не наткнусь На Америку Если я оставлю Сайт на Америке То сохранится доступ Именно по Американскому прокси Вот смотрите Что я хотел сказать В некоторых странах Блокируется Твиттер И в принципе Разработчики Решили показать нам На примере Именно Твиттера Вот смотрите Предлагается Добавлять Сразу Домен с поддоменами То есть Звездочка Твиттер Точка ком Подразумевает Что все Допустим Ну вот Смотрите Есть twitter.com У твиттера Имеется свой официальный блог Если вы попытаетесь Пройти на Блог.twitter.com И если вы не сделали Вот такой вот Подмен Да Со звездочкой То на Блог.twitter.com Вас уже не пустят А вот если вы Сделаете twitter.com Вы сможете ходить Только по главной Страничке твиттера То есть То же самое с сонгзой Да Я вначале не обратил Внимание на этот параметр Я вбил следующий адрес С www.songz.com Сайт открылся Я обрадовался Зашел в раздел Прослушивание музыки И опять Меня отбросило Что доступа нет Потому что я Не внес под домины Вот Также можно снять Допустим Добро с работы С этим сайтом То есть Здесь также можно Настраивать И теперь у меня Окошечко Freegate Не появится Потому что я Как бы сайт Отключил Если я снова Включу То он опять Будет подхватываться Под автоматическим Расширением Freegate И опять будет Появляться Вот такое вот Окошечко С подбором Про всех Агрессов Это очень здорово Особенно когда Вы можете вынести Окно на рабочий стол Windows Либо поверх Вашего документа И вот захотели Вы посмотреть Какой-нибудь Новый ролик Макса Плюс 100500 И при этом Поработать Никаких проблем Жмете на кнопочку Развернуть Там Размещаете в удобном Для вас месте И работаете в Word Оно находится Поверх вашего Интерфейса Windows Это очень удобно Делаем то же самое В браузере Google Chrome Стартовая страница Главная YouTube И что Допустим Я Работаю в Word Либо работаю В проводнике Но при всем При этом Какой-то ролик Вот я хочу посмотреть Или досмотреть Что я делаю Я навожу на тайтл И нажимаю на вот Такую вот кнопочку Вылазит вот такой вот Плавающий ролик Который будет работать В любом приложении В любом Допустим Элементе Интерфейса Windows И даже В случае С новой Вкладочкой Chrome Допустим Я буду просматривать Какую-нибудь статью И параллельно Смотреть ролик Можно также Уменьшать громкость Можно также Проматывать Можно в принципе Увеличить Если есть такое Такое желание Можно уменьшить И можно его перемещать Допустим По вашему рабочему столу Он также масштабируется То есть При желании Потянули Выбрали Меньше Больше Если хотите Посмотреть комментарий То есть Хотите оставить Свой отзыв Либо поставить Лайк Дизлайк Точно так же Можете пройти На страничку Просмотров Согласитесь Это очень и очень здорово Я вам исключительно Покажу все Что у меня есть Как это работает И в конце Покажу Какие расширения Необходимо поставить Для того Чтобы у вас Все работало Таким же образом Как у меня Все мы смотрим Ютуб И почему бы не превратить Наш самый любимый Видеохостик контента В полноценный Кинетеатр Со всеми плюшечками Рюшечками Удобным просмотром Удобной панели Навигации И так далее И тому подобное Все на ваших экранах Закроем Word Закроем Проводник Нам они уже не нужны Допустим Я хочу открыть Несколько фоновых вкладок Что происходит У обычного пользователя Когда он так делает Вот я открыл Три вкладки У вас бы На каждой из этих вкладок Просто воспроизводилось бы Видео И вам бы просто Поочередно пришлось Зайти на каждую вкладочку И поставить Ролики на паузу Но обратите внимание У меня все ролики Автоматически ставятся На паузу То есть звука нет Все они встали На 0.0 секунд И это еще не все Вторая прелесть Заметьте Они загружаются То есть в фоне Происходит буферизация Контента Это очень здорово В принципе То же как это сделать Я покажу Какое необходимо Поставить расширение Теперь поговорим Об удобство глазам То есть Например Мне не очень сильно нравится Интерфейс Ютуба Я вообще не люблю Интерфейс Айос Интерфейс Ютуба Потому что белые цвета Меня как-то Ну дезориентируют Я предпочитаю Когда все монохромное Темное Давайте включим Ночной режим Вот такая вот кнопочка У меня есть И включается Вот такой вот интерфейс Давайте опять Откроем видеоролик И этот интерфейс Повсеместно Применяется Ко всем роликам Ко всем разделам Комментариям Даже к вашей студии Ютуб Если вы заходите В творческую студию У вас тоже будет Такой темный интерфейс Это очень здорово Вот давайте Снова включим Белый цвет И абсолютно На всех вкладочках Снова включается Белый цвет Согласитесь Удобно Второй нюанс Что нам позволяет Ютуб делать С окошком воспроизведения Мы можем максимально Его расширить Допустим По центру Но при всем при этом Опять эти противные Белые цвета И ненужные элементы Которые допустим Меня отвлекают Вот этот блок Следующее видео Даже если мы Развернем видео Оно все равно Спустится вниз Я его вижу Кто-то скажет Можно смотреть На весь экран Но тоже Не всегда хочется Потому что Допустим Хочу там что-то отслеживать Там время Ну не суть Что я делаю Просто жму на простое пространство Давайте вам покажу Допустим сюда И у меня появляется Такая черная рамочка Все Все ненужное скрыто Я вижу только видеоролик Никто теперь не мешает Мне его просматривать Мне комфортно Поехали дальше Если я хочу Просматривать ролик Но при всем при этом Хочется почитать комментарии Такое бывает очень часто Вы когда крутите вниз У вас ролик Куда-то скрывается Вы слышите только звук Ничего подобного Я когда перехожу Во вкладку комментарии У меня все равно Работает видеоролик Более того Я могу его переместить Как моей душе угодно Я могу поменять его размер Допустим Так я немножечко Промотал его Давайте по центру Я могу поменять его размер Либо могу пресеты поставить Средний размер Маленький Большой И экселевский Согласитесь Это тоже Очень и очень удобно Причем параллельно Могу оставить свой комментарий Либо могу с кем-то Переписываться И как только я вернусь вверх Миниатюра пропадает И у нас снова видеоролик Причем Видимо воспроизводится Все с того же момента Вот это очень здорово Второе что я хочу вам показать Очень часто бывает такое Что в ролике Хочется сделать снимок экрана То есть показывается Какая-то информация И вместо того Чтобы допустим Ссканировать всю страничку Да Принскрином Я могу чисто вырезать Этот фрагмент Вот представим Что мне это нужно Жмем на вот этот вот фотоаппарат И открывается вкладочка Расширения Где я могу посмотреть Свойства картинки 1280 на 720 Выбрать необходимый мне формат JPEG Либо PNG И соответственно Ну при желании Если я хочу Я могу выбрать качество Какое мне нужно Но я думаю Всегда необходимо Выбирать 100% И соответственно Применить фильтры Которые вроде бы как Тоже не нужны Там Сепия В черно-белых тонах И прочее Самое главное Я могу поставить Название видеоролика Чтобы потом Мне было проще Понять Откуда этот снимок экрана И даже при желании Ссылочку на него После чего Жмем на кнопочку Save И в конечном итоге Получается Готовое изображение Которое вот мне предлагает Мой менеджер загрузки Скачать Итак Поехали дальше Что я еще хочу показать Есть такая фишка Ну Сейчас Наверное Все таки Следует Сказать Это я хотел Просто рассказать О запрещенном Это я расскажу В самом конце Так У меня просто был план Работы По моему Это рассказал Это рассказал Это сейчас покажу Да Вот второй нюанс У меня все видеоролики Грузятся изначально В формате 1080p Причем Они даже грузятся в фоне То есть открою 4 вкладочки Буду смотреть ролик Только на одной Во всех остальных фоновых вкладочках Видео будет грузиться И причем Для меня комфортно Разрешение 1080p Да Я это выбираю вручную На самом деле YouTube тоже позволяет Сделать такую функцию Но Там стоят Базовые ограничения 1080p 720p 360p И все Если я не ошибаюсь Что-то я читал На 3D News Вроде бы как 4К тоже поставили Как стандартное разрешение Но я не слежу За разработками YouTube Потому что сторонние приложения Которые я пользуюсь Уже давно все умеют это делать И вот смотрите Enable Auto HD Изначально у меня видео идет В 1080p Все видеоролики Если только у ролика Разрешение 720p То есть выше как бы Не прыгнуть С своей головы Он загрузится В максимально возможном Разрешении Но если у кого-то Мониторы больше чем у меня 25 дюймов Там 30 4К мониторы 5К мониторы Вы можете выбрать Для себя супер максимально Доступное разрешение Это очень здорово И последнее что я хотел показать Мне допустим Неудобно пользоваться Вот этим вот ползунком Чтобы увеличивать Уменьшать громкость Я предпочитаю Пользоваться колесиком Мыши Смотрите Я просто кручу колесико вверх Ну сейчас давайте Я покручу страничку Во первых Перемещу на видео И 90% 100% 70% 50-60% Но точно так же Я регулирую звук Windows колесиком Мне просто так привычнее Поэтому я сделал То же самое и здесь Ну и в принципе Это все Остальные вещи Которые буду показывать И вы увидите в нашей группе Вконтакте Поэтому давайте Приступим к обзору Всех расширений Которые позволяют Все это сделать И начнем так же По порядку Как я показывал Первое Плавающее окошко Так я его тогда Уменьшу Плавающее окошко Чтобы оно появилось Вам необходимо будет Поставить первое Приложение Которое называется Floatings for YouTube Но это только движок То есть установив Этот движок Вы не сможете Вот переносить Видеоролики Грубо говоря В этот проигрыватель Для того чтобы Ролики определялись На страничках Как ролики YouTube Необходимо поставить Расширение Которое так же Называется Floatings for YouTube Ссылка на приложение На движок И на расширение Будет в описании Под моим видеороликом Поехали дальше Второе что вам показывал Это возможность Запуска Нескольких видеороликов Чтобы они запускались С паузы Чтобы вы могли Самостоятельно Выбирать разрешение Чтобы вы могли Ставить вот такую Рамочку Делать снимок экрана И переключаться В ночной дневной режим Позволяет все это сделать Программа Которая называется Magic Actions for YouTube Или проще говоря Магические действия Для YouTube Проходим в опции И я быстренько Бегло покажу вам Что тут есть Что как можно настроить Ну во первых Управление звуком То о чем я вам говорил Можно делать это С помощью колеса Либо зажав правую Клавишу мыши Двигать мышь Вверх либо вниз Так же будет меняться Громкость Можно выбрать Индикацию цвета У меня это желтый цвет Можно поставить При желании Но это все красивости На этом сострять Внимание не будем Шаг Допустим Движение колеса мыши Один в щелчок Это у меня 10% громкости В принципе Можно выставить и больше Если вы более чувствительный человек Можно сделать меньше Либо вообще Чтобы при каждом движении мыши Там на 20-30% Громкость менялась Можно установить Стандартное значение Стандартное значение Загрузки Качества видео Как я уже говорил У меня 1080p Если у вас старый Нетбук Либо очень слабый компьютер Вы можете поставить По дефолту 240p Либо 360p Но если я не ошибаюсь По умолчанию Когда у вас Wi-Fi соединение Качественное Сужу по смартфонам Там грузится Вроде как По умолчанию 720p Итак Поехали дальше Неудобно Просто крутилось Колесиком Enable Cinema Это то О чем я вам говорил Когда появляется Вокруг видеоролика Черная рамка То есть Это как бы Режим кинотеатра Ну на самом деле Можно сказать Что так оно и есть Потому что Ничто Постороннее Не мешает Просмотру видеоролика Вот Можете включить Можете отключить Дальше Stop Autoplay Остановить Автовоспроизведение То есть То что я вам говорил Вы можете открыть Вот 50 вкладок И все эти вкладочки Будут запущены На паузе То есть Видео не будет идти До тех пор Пока вы принудительно Не нажмете на кнопочку Play Дальше поехали Возможность Предбуферизации Видеоролика И тут Есть маленький нюанс Ставьте это Только в том случае Если у вас мощный Компьютер Вот у меня 8 гигабайт Оперативной памяти И то у меня Эта функция тормозит Дело в том Что если вы Допустим Откроете 10 Фоновых видеороликов Все они будут В фоне грузиться Это как бы хорошо Но учитывая Что по умолчанию У меня стоит 1080p И каждый такой ролик Допустим Длительностью Там 10 минут Занимает Даже пожато на ютюбе Что то в районе 500 мегабайт То вы в легкую Получается Можете за одну сессию За 10 вкладок Накачать 5 гигабайт Интернет трафика То есть Даже с таким компьютером Как у меня Хром все равно падает Зависает Тормозит Поэтому Тут уже ставьте По умолчанию И когда у вас Пройдет буферизация Женский голос Говорит что Загрузка завершена Там Downloading complete Можете отключить Можете поставить Мне так удобно Я на самом деле Предпочитаю Когда все ролики Прогрузятся Потом их смотреть И поехали Что еще хотел показать Режим День-ночь То есть То что я вам говорил Вот этот вот переключатель Ночной режим Дневной режим Это тоже очень Очень здорово Особенно ночью Когда засиживаете За компьютером До 11 До 12 Часов То есть В принципе Светит фонарик Ну очень комфортно Смотреть Даже в темноте То есть Прям молодцы И То что я вам показывал Когда мы скролим Страничку вниз Да вот так вот У нас влазит Вот такое вот Маленькое окошечко Так Секунду Влазит вот такое вот Маленькое окошечко Вы можете отвечать На комменты Ну и соответственно Смотреть Допустим Видеоролик Я его поставил на паузу Для этого нам потребуется Поставить расширение Которое называется Мини Ютюб Итак Мини Мини-мини Третий значит Раз Два Мини Ютюб Соответственно Вот Еще раз Хочу Заострить ваше внимание Все что я вам показал Да это не нарушает Правила Ютюб Потому что Все эти приложения Они доступны Изначально В магазине Гугл Хром То есть Можно сказать Что это такие Своеобразные Там официальные Аплеты Которые помогают Работать вам с Ютюбом И самое сладенькое Сессии Менеджер сессии Раньше это должно было быть в браузере Как само собой разумеющееся Сейчас эту функцию упразднили Потому что Вы можете поставить галочку Напротив пункта Открывать Допустим Странички Которые были открыты В прошлой сессии То есть Вы что-то смотрели Не закрыли вкладочки Выключили браузер Заного его запустили И ваши же вкладочки Открылись Вот А есть еще сессии Они были в браузере Макстон В браузере Опера И скорее всего В других тоже Но Как я уже сказал Сейчас их нет Давайте нажмем на эту иконочку Это Менеджер сессии Ссылка на него будет Также в описании под видеороликом Сессию новости и подписки Давайте посмотрим В 2015 году Я каждый С фильтрами по сериалам Фильмам Самым новым Горячим То есть То что я хочу скачать Смотрю Появилась ли нужная раздача Нужная раздача есть Беру и качаю Подписки Слежу за двумя видеоблогерами Очень на них равняюсь Не буду говорить кто Вы и так Скорее всего знаете Если смотрели мой стрим Я просто собрал В двух страничках Ихнюю ленту С контакта С твиттера С социальной сети С ютуба В общем Что они пишут Смотрю Читаю Интересую Очень нравится То что мы добавляем С моим рабоданом Моим коллегой В нашу общую ленту новостей Что потом обсуждать В подкасте Мы видим Давно мы это не делали Последнее изменение Было 28 апреля Так что надо бы Надо бы Записать новый подкаст Сборники русских ромов Я регулярно обновляю Свою коллекцию ромов Для Playstation Vita Nintendo 3D Старых консолей SNES Game Boy Advance Которые полностью переведены На русский язык То есть постоянно Отслеживаю Что появляется Русского И добавляю в свою ром коллекцию Вот И к примеру Давайте мы сейчас Все это закроем Я вам покажу пример Как создавать Свои сессии Ну то есть вы поняли Это очень удобно Это реально профит И запустим Пускай это будет Google И Яндекс И еще был Rambler Но я им не пользовался Точно лет 5 Даже не знаю Как он набирается И назовем эту сессию Поисковики Так Поисковики Поисковики Так Что-то я тут Написал Поисковики Нет Все правильно Сейв Сохраняем Вот у нас такая сессия Была создана Получается 22 мая В 2017 году Переходим на Допустим Сессию Опять новости И подписки Просто не хочу Полить торренты И вообще Торрентами не пользуюсь Поэтому забыли Вот И допустим Они прогружаются То что страница Чуть медленнее Нужные вкладочки Закрываются Нужные мне Две вкладочки Открываются То есть это Очень и очень удобно То есть У меня мы видим Что все Все самое главное У меня есть В сэшн менеджере А вот просто так Чтобы зайти Посетить в интернете Это я планшет Для этих целей Использую Для браузера Вот конкретно Вот эти вот сессии И допустим Хочу переименовать Ну хочу дополнить Что это Яндекс Да и Гугл То есть мне как бы Никто не мешает Гугл И Яндекс Все Добавили Переименовали Ой Извиняюсь Я забыл нажать Интер Гугл И Яндекс Интер Все Мы ее сохранили То есть теперь Она называется уже Более-менее Понятно Можем ее удалить То есть делается Все очень просто И у вас появляется Вот такая вот Иконочка В панели Расширения Вы просто ее запускаете И как бы Оперируете между тем Что создали Также смотрите Тут отображается Счетчик 11 Получается Слэш Или поделить На 1 Это означает 11 вкладочек В Одном В одном Окошке браузера То есть можно Открывать Несколько окон Допустим Ну Как это показать Сейчас мы откроем Новое окно То есть у вас может быть Уже И мы сейчас создадим Сейчас вот Сейчас мы сделаем Пример У нас открыт Google А здесь мы откроем Яндекс То есть я не знаю Кому это может пригодиться Но вообще Если у нас обзор Этого расширения То здесь такая функция Есть И давайте Сохраним И вот сохраним Это как Пример Сохранить И вот смотрите Две вкладочки Суммарно две вкладочки На два окна Браузера И если мы допустим Откроем новости И подписки У нас второе окошечко Закрывается Открывается одно окно Браузера Если прискочить в пример У нас открывается Два независимых окна Получается Браузера Google Chrome Вот И на каждой открываются Нужные нам вкладки То есть Есть и такая функция Имейте ввиду Это очень И очень удобно Единственное Что я не знаю Зачем Может потребоваться Несколько окон Вот Это как бы Меня немножко Взбивает в ступор Но Такая функция есть Ну вот собственно Погнали Дальше На этом мы пока остановимся И самое последнее Наверняка Обилие Расширений Дополнений Регулярные обновления И так далее И тому подобное Очень сильно тормозят Ваш браузер Google Chrome То есть Надо бы его оптимизировать Чтобы он работал Очень хорошо Быстро И работал Как свеженькая Установленная Легенькая опера Мы это сейчас С вами сделаем Прошу вашего внимания Это последний Цикл данного Видеоролика Действие браузера Google Chrome И так Без лишних слов Давайте приступим Первым делом Как бы это банально Не звучало Я рекомендую Вам поставить Плагин Расширение AdBlock Plus Давайте посмотрим На интернет страничке Все они чистые Лишенные Какой-либо Баннерной Либо Видеорекламы Либо просто Плэш-анимации Поскольку Вся она режется Этим расширением В чем профит Ну браузер Google Chrome Это фоновый браузер То есть Все странички Которые запущены Сейчас в системе В среде Хрома Они в фоне Обновляются Если допустим Это видеореклама То после того Как пробежал Один рекламный ролик И допустим Второй рекламодатель Запускает Свой ролик Своей продукции Все это в фоне Даже если вы не смотрите Будет обновляться Вот С одной стороны Это как бы плюс Но так как это Используется Минус поскольку Все это необходимо Обрабатывать компьютеру И собственно Саму скелету Движку браузера Вы этого и не видите А ресурс на это уходит Согласитесь Это плохо Поэтому ставим Адблок И радуемся Во-первых Чистому контенту Во-вторых Отсутствие Всяческой рекламы Второе расширение The Great Suspender Давайте посмотрим На настройки Может быть Кто-то не знает Но в мобильной версии Браузера Google Chrome Имеется такая функция Как гибернация Неиспользуемых страниц Допустим Вы запускаете 5-6 вкладочек Памяти не хватает Оперативной И первые две режутся То есть банально Остается только URL И серая фотография Странички Видимой части Как только вы Обратно на нее Переключаетесь Какая-то другая Страничка уходит В режим сна А эта страничка Прогружается Так вот В принципе Если на мобильных Устройствах Эта функция Внедрена уже Довольно таки давно То в настольной версии Она так и не появилась И приложение The Great Suspender Попросту ее Разблокирует Давайте я поясню Я уже сказал Что браузер Google Chrome Он фоновый И все что запущено Обрабатывается в фоне Так вот С помощью этого приложения Да У меня стоит таймик На 30 минут Если в течение 30 минут Я не открываю Какую-то страничку Она переходит В режим сна То есть по сути Остается только Ее интернет адрес И вот такая вот Фотография Да На самом деле Это фотография И как только Проходит время Я переключаюсь на нее Браузер грузит Уже контент Из интернета То есть по сути Вот эти все вкладочки Они не хранятся В оперативной памяти И они не дампаются В систему Они попросту Присутствуют В памяти браузера В виде интернет адресов Без содержимого страничек То есть это облегчает Во-первых Обработку фоновых страниц Да Своим процессором Системы Во-вторых Экономят вам Оперативную память И если вы работаете На ноутбуке Ко всему прочему Это позволяет Увлечить длительность Работы от аккумулятора Потому что Соответственно Все это добро В фоне не нужно обрабатывать Замечательное расширение Совершенно бесплатно Ссылочка в описании Под этим видео И самый такой Маленький нюанс Допустим Ютуб Я люблю пользоваться Сервисом музыка Да Я поставил его В исключение То есть здесь Можно вбить вконтакте Если вы слушаете Музыку из контакта Либо какие-нибудь Другие хостинги Видео Аудио Откуда вам необходим Контент Так вот Вы можете внести В белый список И гибернация На них действовать не будет Вот Дальше Перейдем В экспериментальные Настройки Для этого Проходим в хром Отвоеточие Слэш Слэш Флэкс И смотрим На самую первую Экспериментальную функцию Переопределение Списка программного Рендеринга Она доступна Пользователям Мака Виндовса Линукса Хром Уэс И Андроида В общем и целом Странички Принудительно Будут обрабатываться Видеокартой Причем Этот параметр Необходимо включить Потому что На системах Где это не поддерживается Изначально Принудительно В рамках браузера Обработка изображения Будет переходить На плечи Видеоскорителя То есть это Естественно Профит Это обращает Саму работу Процессора И получается Мощность Видеокарты Которая сейчас Находится в простой Также задействуется При работе С браузером Вот И второй параметр Который необходимо Задействовать В принципе Я так же Внесу их не имена Чтобы было просто Проще искать Это отключение Ускорения Двухмерного Элемента Канвас По сути В HTML5 Это отображение Двухмерной Растровой графики Изначально Она обрабатывается Также процессором Так вот С помощью этой штучки Если мы ее Отключим То вся отрисовка Будет перекладываться На плечи Видеоускорителя То есть Ситуация Я думаю Знакома многим Когда вы запускаете Страницу У вас вроде бы Как быстрый интернет Но если страничка Построена На HTML5 То как-то Все так Очень медленно Отрисовывается С определенной задержкой Которая заметно Глазу Это собственно Связано Вот с этим И вот этим Далее Что еще можно отключить Я немножечко Посидел в интернетах Советуют Отключить Автоматическую Отправку статистики В Google Именно Статистику Использования Браузера И отчетах О сбоях Но если отчеты О сбоях Ни капельки Не влияют на работу Потому что Все это происходит В фоне Когда вы уже Собственно Закрашили браузер То анонимная Статистика Она отправляется Повсеместно В течение Определенного Промежутка времени Отключается Все через настройки Просто заходим В настройки Вот такой вот текст И в принципе Мы видим Я снял галочку Автоматическая Статистика У меня не отправляется Итак Давайте свернем его И последнее Чем я хотел показать Это два параметра Если мы посмотрим У меня имеется Два браузера Обычный Google Chrome И здесь его Почему-то нету Он пропал Надо бы его вернуть Сейчас мы его закрепим На начальном экране Это браузер Google Chrome Lite Но если верить Если верить названию То он уже здесь есть Ладно я потом разберусь Не суть важно Да он есть Просто я переложил Вот это На какое-то другое место Все дело в том Что надо бы включить Два параметра Это Disable Logging И Disable Metrica System Давайте посмотрим На расшифровку Что это такое Disable Logging Это отключение Введения логов Если вы не разработчик Если вы не тестируете Свои расширения Вам эта функция Нафиг не нужна Потому что все что происходит В браузере Ведется в логах Которые в принципе Вы даже наверное И в жизни не подумаете Открыть А второе Это запретить сбор статистики Использования браузера То есть в принципе Автоматически Отправлять статистику Это одно В статистике Отправляется такая информация Как допустим Запросы Которые вы проводили Странички Которые вы просматривали То Metric System Это статистика Которая включает Вот именно Работу браузера Допустим На какой На каком железе Он работает Как используется Сколько времени Он используется То есть это вот такая Статистика Которая в принципе Вам она не нужна Поскольку она не конфиденциальна Но разработчику браузера Она необходима Для того чтобы Отлаживать свой браузер Делать его лучше и лучше В принципе Это все можно отключить Должен сказать Что это не целиком И полностью мой видеоролик Поскольку Некоторые нюансы Я почерпнул Из тематических форумов И вообще Задачился этим вопросом По той простой причине Что подписчики Попросили меня Разобраться с вопросом Да вот С этой сутью Почему браузер Казалось бы Легковесный и быстро Со временем Начинает подлагивать Ну Обилие всевозможных функций Возможность запуска Android эмулятора И прочее Прочее Да все это Все эти нагромождения Постепенно Накладываются на плечи Движка И естественно Программа становится Более требовательной Для исполнения Всех своих функций Ну Мы с вами Легонечко так Сделали пинок Облегчили И я надеюсь Что теперь у вас Будет более комфортный Браузинг в интернете С вами был Владимир Подписывайтесь на канал Комментируйте Ставьте палец вверх До скорых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok